МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Вначале проважное. В Прикамье жителям начислили 4 миллиарда 200 миллионов рублей имущественных налогов, из которых 2,5 миллиарда транспортный налог. Их необходимо оплатить, желательно в полном объеме, ну, а кому их нужно оплатить? Правильно, нам с вами. Кстати, до 2 декабря, а это же сегодня. В общем, рекомендую личный кабинет на налог.ру. Реально, пара кликов. А теперь о действительно важном. В Перми в железнодорожных кассах начнут принимать батарейки. Во всех пригородных кассах Пермского полигона Свердловской железной дороги начнут принимать использованные батарейки, которые будут переданы на переработку. Вначале их будут хранить до накопления нужного объема, затем электропоездами доставлять в центральный офис Пермской пригородной компании. Кстати, чего это я вспомнил про РЖД. С 8 декабря пригородные электропоезда переходят на новое расписание, там есть существенные изменения. Я рассказывать не буду, те, кто пользуется, почитайте в интернете. А судя по инстаграму губернатора, пользуются очень многие. Пермскому тюзу 55 лет. Поздравляем к празднику и премьера, и выставка картин, посвященных театру. А 4 декабря 1964 года показывали пьесу «Арбузово. Город на заре». Кстати, еще на этой неделе. 5 декабря 1957 года, в четверг, открытие кинотеатра «Октябрь» в Перми. 4 декабря 1912 года, открытие первого на Урале детского сада, опять в Перми. 1 декабря 1812 года, первой аптеке снова в Перми. Ну и накануне исполнилось 14 лет со дня рождения нового субъекта Российской Федерации, Пермского края. Ну и, конечно, трагическая дата пермской истории. 5 декабря 2009 года, во время пожара, в пермском клубе «Хромая лошадь» погибли 156 человек. Ровно 10 лет назад. Ну и, как принято говорить, о погоде. На этой неделе шарф, похоже, обязательно. Атрибут гардероба, шапка, перчатки. Да, и все это нужно постараться не оставить в транспорте или где-то еще. Похолодание, к счастью, не будет слишком резким, чтобы удивить кого-то из тех, кто давно живет в Пермском крае. В течение недели днем минус 5-10 градусов, к выходным теплее. Временами синоптики обещают снег, но, опять же, ничего необычного. Плавно движемся к Новому году. Глава региона на заседании правительства поручил к Новому году максимально задействовать все информационные ресурсы, чтобы граждане знали все о всех новогодних развлекушках, которые готовятся в регионе. Ну, я тоже внесу свою лепту в информирование граждан. Мероприятие не совсем новогоднее и едет к нам не Дед Мороз. Хотя это как посмотреть. 3 декабря в Перми будет Теодор Курензис встретиться с небольшой группой поклонников. Ну, все. Засим откланиваюсь. Хорошего дня. С наступающим.